Торнадо Энерджи! Торнадо Энерджи! Стильник уничтожен! 2 демэдж! Так что будем ждать обновления 1.10, а в этом видео я вам расскажу, что стоит ждать вообще от этого обновления, какие контентные изменения в нем нас ждут, потому что обновление достаточно масштабное, я даже не уверен, что мне всего видоса хватит, чтобы все подробно рассказать, поэтому буду крайне поверхностно по всему проходить, более подробно я рассказывал ранее на своем канале. Ну и тут же я не расскажу о том, какие будут подарки и акции на десятилетия, потому что Wargaming все это пока что хранит в секрете, и мы можем только догадываться, смотреть пасхалки и предполагать, что в принципе на моем канале в огромном количестве этих видосов уже вышло, вы можете найти на любой вкус и цвет. Итак, ребят, первое, что вам бросилось в глаза, наверное, то, что сейчас у вас на фоне боя Стального Охотника, сейчас он тестируется на общем тесте, там я и катаю в него, на релиз сказали, в него будет еще больше контента добавлено, по крайней мере такая вот есть информация от разработчиков, то есть это еще даже не полная версия Стального Охотника. Но есть еще и один момент, то, что Стальной Охотник это у нас не то, что появится с выхода в обновление 1.10, то есть это не 4 августа, это будет в обновлении 1.10, но позже, ну типа в середине августа, во второй половине, туда ближе к сентябрю. Ну, конкретные даты уже сам Wargaming потом обозначит, но в любом случае в патче 1.10 этот режим выйдет, по крайней мере это обещают разработчики, и мы для него подготовим моды, но опять же не 4 августа, нам нужно посмотреть, что будет в самом клиенте. Я подготовил 3 больших мода, которые помогут вам эффективнее играть в этом режиме, вот, по крайней мере техническое задание на них написал, и будем вот в течение патча 1.10 это реализовывать, но не думайте, что к патчу 1.10 вы вообще останетесь без модов новых. Две абсолютно новые озвучки подготовлены для вас, плюс еще две старые озвучки, достаточно серьезно расширены. Ну и старые моды адаптированы. Вот новый патч, это кстати тоже очень большая и сложная работа. Про стальной охотник рассказал, следующее, о чем вам стоит, наверное, знать про патч 1.10, это изменение оборудования. Так называемое оборудование 2.0 появляется, которое по идее должно позволить нам разнообразить геймплей на танках, то есть более тонко настраивать танки под себя. Появятся дополнительные слоты, в которые мы можем, так сказать, роль машины отыгрывая, ставить более качественное оборудование, то есть от него будет больше профит. Ну, например, досылатель будет давать не 10% скорости перезарядки, а 11.5 или даже больше. Плюс боновое оборудование апает, но об этом обо всем я также уже отдельно рассказывал. Из минусов нового оборудования это то, что маск-сеть и стереотруба теперь снимаются только за голду. Поэтому рекомендую, ребят, вот осталось буквально мало времени до 4 августа, снимите со всех своих танков маск-сети и стереотрубу поставить обратно их в любой момент со склада сможете бесплатно, а вот если вы заходите с танка на танках, переставить в будущем за это придется раскошелиться или потратить демонтажный набор. Я посчитал, больше стадии монтажных наборов разработчики обещают дать возможность получить в следующем патче. Так что будем ждать и надеяться, но опять же там бесплатно до 30, а остальные за выполнение боевых задач или покупать за серебро. Из плюсов отметить можно то, что некоторые танки начинают играть совершенно другими красками и выполнять иные роли. Например, стерва в осадном режиме начинает быстрее бегать, маус может ездить быстрее, некоторые танки становятся еще точнее, например, арта может быть точнее и стабилизирование. Ну, в общем, каждый сможет правильно настраивать свою машину. Кто-то будет прокачивать ЛТшки, чтобы ЛТшки обладали хорошей маскировкой, кто-то будет стараться максимально демаскировать противника. Все это в новом оборудовании будет. Более тихая выхлопная система, система, которая позволяет видеть лучше противника за кустами. В общем, посмотрите. Даже есть системы борьбы за живучесть, как я их называю, которые увеличивают запас прочности модулей и предотвращают взрывы боеукладок, поджоги баков и так далее. Опять же, это позволяет более качественно отыгрывать в бою, то есть меньше страдать от арты и от всего остального. Но за это вам придется пожертвовать каким-нибудь оптикой, стабилизацией или досылателем. Но это, опять же говорю, это все тонкие настройки. Каждый будет выбирать сам, хоть меня и просят, скажи там, на какой танк что ставить. Поле для вододелов здесь будет большое, широкое, но, опять же, универсальных каких-то наборов не будет. Будут самые предпочтительные, но, опять же, каждый подстраивается под свой тип геймплея, под свои особенности. Также из новинок я могу отметить возвращение карты Жемчужная река. Эта карта, кстати, для меня имеет немалую роль, потому что именно на этой карте свое первое видео я и выпустил в игре Мир Танков. То есть это было самое первое видео на моем канале. И оно как раз там был бой на торте, на карте Жемчужная река. После этого, там, спустя какое-то время, Жемчужная река из рандома пропала, так как была дисбалансная. И вот сейчас ее в новом качестве, в новой графике, с новыми фишками, с новыми, там, переделками возвращают. Это, ну, пока что поиграл, вроде бы играется неплохо, но надо поглядеть. Надо поиграть побольше, посмотреть. У меня есть предположение, что там как остался один респ дисбалансным, так и, как он был, так и остался. То есть каких-то там чудес ждать, к сожалению, не приходится пока что. Но, может быть, я ошибаюсь, потому что слишком мало, ну, редко на нее попадаешь на общем тесте. Дождемся основы и будем уже смотреть. Вообще, прикольно. Карта очень ностальгию у меня вызывает и глаз радует такими сочными живыми красками. Ну, я, в принципе, думаю, вы и сами это заметили. Следующая новинка, это, опять же, то, что разработчики обещали еще зимой. Будет еще, по-моему, одна ветка. То есть должно в этом году выйти три новых ветки. Двухпушечные танки СССР вышли. И сейчас вот в патч 1.10 выходит ветка польских средних танков. Начинаться она будет, по-моему, на четвертом уровне. Варианты прокачки вы можете сами посмотреть. В принципе, я это от вас не скрываю, да, можете рассмотреть. Конкретные цифры называть не буду. Но фишкой польских средних танков у всех, ну, они будут обычными проходными. Конкретнее поиграем. Может быть, какие-то машины прям реально классные, кайфовые. Расскажу, если какие-то шваковые, будем, опять же, об этом говорить. Тыкать в это носом разработчиков. Хоть мне такая формулировка не очень нравится, но, как бы, оно так и есть. То есть из песни слов не выкинешь. Ну и, наконец, когда вы докачаетесь до 10 уровня, вы сможете ощутить, потестировать, покататься с новой механикой. Это механика газотурбинного двигателя. Разработчики решили реализовать ее как отдельной фишкой танка. То есть стартуете, вот вы, когда бой начинается в режиме турбо. То есть ваш двигатель работает на максимальную мощность. У вас очень много лошадиных сил и очень хорошая максимальная скорость. За это вы расплачиваетесь огромным разбросом орудия и очень долгим сведением. В этом режиме вы можете быстро перемещаться по карте. И, в принципе, все. Доезжая на какую-либо позицию, вы переходите в боевой режим, я его так называю. И мощность вашего двигателя падает, максимальная скорость падает, зато возрастает маневренность и улучшается стабилизация танка. То есть ваш танк становится не просто стабилизированным, а суперстабилизированным. И уже на такой... Ну как? Нормально стабилизированным. С хорошим ДПМом, с неплохим пробитием. У танка даже кое-какая там рикошетная броня в башне есть. В остальном корпусе там броней не пахнет. Он достаточно легкий и по геймплею напоминает леопард. Вот. Перемещается может и как ЛТшка, то есть светить, быстро ездить. Может переходить в боевой режим и где-то от позиции, от углов склонения отыгрывать. В принципе, многие положительно оценили эту боевую машину и как бы ждут выхода ее на основу, чтобы ее уже покатать, понагибать, получить удовольствие. Теперь про получение удовольствия. Также апнуты были три старых ветки танков. Первая Е100. Мне очень понравился ап. Е100 апнули броню и дали альтернативную пушку вместо маусгана, более ДПМную, с большей альфой, пухой. Через которую вы, кстати, будете прокачиваться до топового ствола. Топовый ствол все еще предпочтительный, но теперь любители ДПМа могут поиграть на сотке с более ДПМной пушкой. Она реально неплохая, с ней классно играть. ИСА-4 апнули по броне, апнули даже по стабилизации орудия, но понерфили по точности. Пока что не берусь утверждать, пошло ли это сильно на пользу ИСА-4, но первое впечатление, что ИС-4 не сильно-то и изменился. То есть, что он станет после этого патча популярнее, у меня большие сомнения. Но, наконец, Е5. Хоть и пишут, что апнули броню, забудьте. Там пиксель какой-то увеличили буквально по броне. По сути, он остался как был. То есть, в башенку самое страшное, что вы все не любите. Его как пробивали, так и дальше будут пробивать. Из хорошего очень сильно апнули ствол, пушку. Теперь он стал более стабилизирован, такой ДПМный, хороший танк. То есть, отыгрывать роль суперконя с хорошей подвижностью он сможет. Но, опять же, лючок этот все портит, и его туда, ну, скажем так, как пробивали, так и будут пробивать. Я делал гайд по этому танку уже с обновленными ТТХ. Я могу отметить, что разработчики намекают нам, мол, если не хотят, чтобы вам шишку выцеливали, мансите вперед-назад. Танк сейчас в новой итерации, в принципе, неплохо справляется с этой ролью. То есть, мансить вперед-назад и пытаться там как-то отыгрывать именно от того, что в башенку, в эту маленькую, будут больше не попадать, рикошетить. Вот. Ну, за счет этого пытаться выживать. Опять же, насколько это понравится игрокам, я не берусь судить, но, опять же, посмотрим. Апу подверглись не только топы, но и танки, идущие к ним, 8-го, 9-го, ну, и, соответственно, сами топы 10-го уровня. То есть, всякие КВ-4, СТ-шки первые, как его называют, Тигр-2, ну, в общем, вы поняли. Все танки М-103, которые ведут к этим вышеназванным топам. При этом еще некоторые машины были понерфлены. Это колесник. Точнее, все колесники в игре за счет новой механики, что при повреждении колес танк очень сильно теряет динамику и максимальную скорость. При повреждении двух колес практически становится еле ползущей, легко выцеливаемой целью. Топу порезали стабилизацию, порезали обзор, порезали мощности и так далее. Максимальную скорость, то есть, танкам подрезали крылышки, всем танкам, у которых есть колеса. Кроме премиумной восьмерки, она как была, вот ее прям не поменяли. Для нее механику оставили даже повреждение колес, которое было до этого. Также понерфили итальянские средние танки с системой дозаряжания. Теперь на них, как минимум, нельзя поставить досылатель ни на один танк. Опять же, премиум танк это все обошло. На премиум танк перестала возможность ставиться досылатель, но разработчики улучшили его ТТХ, как будто бы досылатель уже встроен в него. То есть, по сути, у вас есть и досылатель, и свободный слот, который вы можете чем-то другим занять. И если коротко, то я считаю, что если вы не играли до этого на боновом досылателе, то ваш танк получил даже ап премиумный, а он и так был не кислоимбовый. Что касается остальных танков, там Стандарт-Б, Проджета-65, то на них досылатель уже нельзя ставить. ДПМ упал примерно в минуту на 500, я так считал. То есть, серьезно вы это почувствуете. Плюс еще там поигрались со стабилизацией после выстрела, ну и с некоторыми другими параметрами. Особенно сильно досталось девятки, потому что она имбовала даже больше десятки. Это, ребят, были основные изменения в патче 1.10. То есть, я не беру во внимание там какие-то новые стили, которые добавили, камуфляжи, какие-то кнопочки передвинули, озвучечки поменяли и так далее, и тому подобное. Этого мне вообще час не хватит все перечислять. Это достаточно большой контентный патч. То есть, он не просто так 1.10 носит название, следующий патч уже будет, ну, проходной, это 1.10.1, скорее всего, но до него еще нужно дожить. Если у вас есть какие-то предложения по модам к патчу 1.10, или вы что-то хотите мне рассказать, поведать, то пишите комментарии со своими предложениями, в конце комментариев указывайте свой танковый ник. В случае, если что, вы получите на эти танковые ники игровой золото. А вот, кстати, и два победителя с прошлого ролика. Поздравим их. Ну и, наверное, будем прощаться. Спасибо, что смотрели. Если я что-то забыл, обязательно ткните меня в это носом, подписывайтесь на канал и до скорых встреч!